Всем привет, друзья, с вами НС. Давно от меня не было видео. Работал на эпицентре, а потом уезжал на отдых на целых 10 дней. Но вот вернулся и приступаю к работе с новыми силами. Для начала будут фишки. Нынче Кунка стал очень популярным персонажем в пабах. Всему виной эти профессионалы, которые начали использовать его чуть ли не в каждой игре. Ну а игроки из пабов подхватили эту тенденцию. Так что сегодня у нас большинство фишек именно за Кунку. Как за него, так и против. Но кроме этого будут и другие интересные вещи. Поехали. Играя за Виверну, можно сделать очень больно союзникам Кунки. Дело в том, что если поймать противника в ультимейт рядом с Кункой, то каждый его удар будет с увеличенным уроном от Тайтбрингера. Конечно, если Тайтбрингер был включен. В итоге Кунка просто сбривает своих союзников. Тут есть и обратная фишка, но уже при игре за самого Кунку против Виверны. Вы можете выключить Тайтбрингер прямо в ульте. Дабы, собственно говоря, этот урон не наносить. В пылу битвы про это легко забыть. Но старайтесь держать сие знания в уме. Ибо очень полезно. Из прошлой фишки вытекает и еще одна. То, что Тайтбрингер не уходит в кулдаун после атаки по своим союзникам, можно очень круто использовать на линии. Удары по своим крипам не будут триггерить кулдаун. Поэтому, начиная с первого уровня, вы можете крайне сильно обденать оппонента. Включайте Тайтбрингер, когда нужно задинаить своего крипа. И выключайте, когда бьете по вражеским. Даже на первом уровне Тайтбрингер дает 25 дополнительного урона. И шанса у противника что-то добить практически не будет. Ну и с ростом уровня эта фишка становится все круче и круче. Теперь еще одна фишка против Кунки. Его крест ужасно бесит. В середине и в поздней стадии Кунка, как правило, занимается тем, что вешает на себя крест и бежит делать удар по крипу в надежде на крит. А мы при этом практически ничего с этим поделать не можем. Ведь бей Кунку или не бей, он все равно скоро вернется на свой крест. Можно ли это законтрить? Да, можно. Крест Кунки не сработает автоматически, если сам Кунка будет в неуязвимости. Если сделать Кунку неуязвимым и в это время крест прекратит свое действие, то Кунка на крест не вернется. И вот несколько эффективных способов оставить Кунку в наших лапах. Астрал ОД, Дизрапшн СД, Торнадо Инвокера, Торнадо Синего Духа в ультимейте Брюмастера, Эул и Сон Нагия. Стоит понимать одну важную штуку. Сами по себе неуязвимости крест не отключают. Если Кунка получит какое-то из вышеназванных заклинаний, но выйдя из него действие креста не кончится, то крест все равно прекрасно сработает. Наша цель поймать Кунку в неуязвимость так, чтобы действие креста кончилось, пока он в ней находится. В связи с этим самые эффективные заклинания это Сон Нагия и Астрал ОД. Сон работает аж 7 секунд, крест 8. И вероятность того, что крест кончится во время сна фактически 100%. Астрал ОД работает 4 секунды, то есть половину действия креста. Вероятность оставить Кунку на месте тоже крайне великая. Конечно, торнадо синего духа из ультимейта Брюмастера тоже очень эффективная. Но оно далеко не всегда доступно, и это большой минус. Обратите внимание на то, что эффекты неуязвимости можно с легкостью комбинировать. Например, сразу после Астрала ОД Кунку можно поднять в иул. В сумме это 6,5 секунд. Крест наверняка закончит свое действие за это время. Также, если у вас нет ни одного из этих героев, единственное, что остается, это, собственно говоря, покупать иул. Правда, он работает всего 2,5 секунды. Этого далеко не всегда будет достаточно, но если иметь 2 иула и использовать их на Кунку подряд, то это уже целых 5 секунд. Что гораздо интереснее и почти всегда достаточно, чтобы сломать Кунке его крест и убить засранца. А теперь фишечка для поздней игры. Предположим, у вас куча предметов. Настолько большая куча, что манту вы используете только для того, чтобы вызвать иллюзии. А после положить ее в рюкзак. Но в рюкзаке она перезаряжается в 2 раза дольше, чем в инвентаре. В итоге откат становится не 30 секунд, а целых 60 реального времени. Но вы можете сократить время этого отката путем простого действия. Когда на таймере остается около 15 секунд, разбираем манту и собираем обратно. Вуаля, кулдаун исчез. Само собой работает не только с мантой, а с любым предметом, который можно разбирать. Например, с Шивой или Сильвер Эджем. Но, пожалуй, действительно полезно будет именно с мантой. В поздней игре в инвентаре можно держать предметы поинтереснее. А манту использовать исключительно для вызова иллюзий, фарма и сплитпуша. Ну и последняя фишка на сегодня, хотя после нее еще будет один баг. Так что не отключайтесь. Эта фишка будет связана с еще одним очень популярным нынче героем. Сларком. Так-то я когда-то давно уже про нее рассказывал. Но Сларк нынче очень популярен. И крайне сильно досаждает в пабах. Поэтому, думаю, не грех будет и повториться. Существует одна простейшая хитрость, которая позволит вам выживать против Сларка как на линии, так и в целом в игре. Вам понадобится обыкновенная веточка. А использовать мы ее будем, чтобы порвать Сларку паунс. Делается это крайне просто. Даже тренироваться не надо. После того, как Сларк нас привязал, отходим на максимальный радиус, так чтобы мы уже не могли идти дальше. После чего растим веточку прямо под свою модельку. Ветка толкает нас вперед, тем самым разрывая связь. И все, спокойно себе уходим заниматься своими делами. А Сларка оставляем с носом. Ужасно эффективная и крутая вещь. Ну и напоследок тот самый баг. Он такой, сложно реализуемый, поэтому фишкой я его не назову. Да и в любом случае, кривая механика так быть не должно. В общем, в чем соль? Если Макакин запрыгнет на дерево, после чего попытается спрыгнуть с него Праймал Спрингом, но в этот же момент он получит фир от Дарк Виллу, Лон Друида и Ликвин оф Пейн, то он просто-напросто провалится в дерево. Более того, игрок полностью потеряет контроль над персонажем и не сможет двигаться, использовать заклинания или предметы. Тесты показали, что практически ничего из этого состояния не выводит. Если сломать дерево, то ничего не произойдет. Если попытаться форстафнуть Макаку, то он вовсе погрузится под землю. То же самое происходит и от Хука Пуджа. Кстати говоря, это способ отправить тиммейта на самое дно. Помогает лишь свап Винги и Блайдин Лайт вражеского котла. Возможно и еще что-то всех героев я не проверял. В общем, такой вот занятный баг. И пока я писал строчки этого текста, я вдруг осознал, что в поздней стадии он может быть решающим. Дело в том, что подловить Макаку с Кримом, Квин оф Пейн с талантом на 25 уровне довольно просто. А дальше нам достаточно просто не убивать Макаку, а оставить тут стоять до конца игры. А конец в таком случае будет довольно быстрым. Ну, в общем, такой вот баг. Ему, кстати, довольно много времени. Но, видимо, случается он довольно редко, поэтому пока его не фиксят. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Если так, то не забудьте поставить, пожалуйста, свой лайк под ним. Это очень помогает мне и этому каналу. А с вами был НС. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!